И снова здравствуйте. Очередной обзор про коллекцию. На этот раз моя коллекция ювелирной бижутерии. На самом деле просили много раз уже обзор сделать про бижутерию, но бижутерии как таковой у меня довольно мало и я ее не люблю. Какая у меня в основном была, я ее или раздарила, или отправила год назад в поменяшках, или еще куда-нибудь девала. Ювелирная бижутерия почему? Почему? Одно время я покупала на одном сайте Light in the Box серебро, в основном по акциям у меня была подписка, и были очень маленькие распродажи, там 2-3 часа, допустим. И я покупала там серебряные украшения, которые, допустим, спустя 2-3 часа вместо 350-600 тысяч рублей стоили уже в 2-3, 4 раза больше. Вот, допустим, вот такой вот серебряный браслет. Все серебро 925-й пробы проверяла и у ювелиров, и опытным путем, по совету трудящихся, точнее, там, допустим, потереть амел или еще что-то. Ну, в общем, все это оказалось серебром. Вообще, я по серебру с ума схожу и, в принципе, понимаю, где серебро, смогу отличить, а где нет. И, соответственно, потом уже в интернете на сайтах подобную ювелирку, так как она в огромном количестве как бы была, но на самом деле в маленьком, потому что потом уже были подобные. Допустим, такой же браслет можно было купить у какого-нибудь другого продавца на том же лайте, только, соответственно, раза в 4 дешевле даже относительно той распродажи, по которой я брала. И это было уже не серебро, а какой-нибудь металл, либо посеребренный, либо просто покрашенный, либо вообще под золото якобы, но такое под золото, что там ни желтое, ни белое, ни розовое золото не подходило. И в интернете, насколько мне известно, такая бижутерия стала называться, точнее, такая ювелирка стала называться именно ювелирной бижутерии. Но я просто решила назвать свое видео, что ювелирная бижутерия. Вроде два в одном. Вот такой браслет, он мне очень нравился. Вот. Единственное, не очень удобно снимать и вообще одевать. И у меня еще очень чувствительная кожа, если думать там серебро или нет, то у меня то, что не серебро, не золото и не мельхиур, у меня начинает сразу темнеть кожа. От колец оставляются очень темные полосы. Уши у меня, допустим, начинают гнить, кровоточить и вот такая всякая фигня. В общем, вот такой браслет. Тут у меня есть бусы или что это от Ифраше. Такие же, кажется, в свое время дарила Женьке. У меня сейчас висят на обезьянке, я иногда их ношу. Ну, очень редко уже на самом деле одеваю. Ибо, так же, как про Ифрашевскую помаду из предыдущего обзора, я про них забыла. Они висят, вроде как есть, не просят. И я вообще, ну, висят и висят. И фиг с ним, как часть интерьера, даже не замечаешь. Вот такие вот тут черные бусины, прозрачные бусины. Ну, довольно интересные. Это единственные, наверное, бусы от Ифраша, которые я оставила себе. Вообще, у меня, помимо вот сундучка, который вот тут, чайный сундучок, еще есть одна коробочка, в которой это все лежит. И где-то, возможно, еще какая-нибудь мелочевка осталась. Вообще, у меня есть там из битера. То, что я делаю себе украшение, если это кому-то интересно, то потом я смогу тоже сделать обзор. Это у меня из карельской березы. Подвесочка такая, таких тоже привозила девчонкам, своим подружкам. У Женьки, кажется, такая есть. Это я покупала первый раз, когда была в Карелии. В 2012 году. Извиняюсь, что-то очень сильно оговорюсь. Видать, устала. Так, вот такая вот она, лаком покрытая. Она у меня тоже висит там, над фигнюшкой из Хельсинки. Ну, не то чтобы подвеска, просто какое-то украшение под Новый год. Висит, и я про нее вообще совершенно забыла. Тут, когда пыль протеряла, думаю, надо же что-то такое. А это подвеска. Еще у меня остатки было роскоши. Было несколько таких. Одно я заплетала бисером подружке, подарила. Там мне подружка когда-то давно приволокла из Москвы. Она была готом и думала, что я тоже должна им быть. Но меня просто перло на пентаграммы. Так. Дальше у меня тут сейчас будет... Да, еще, кстати, я коллекционирую кольца. Наверное, все-таки это коллекция. Вообще, просьба по кольцам. Вот, сейчас я попытаюсь достать. У меня сзади фотоаппарат. А это вот то, которое у меня иногда присутствует в обзоре. Это я покупала в 2002 году. Первое кольцо, которое я купила на какие-то там свои личные заработанные деньги. Уже не помню, за что заработанные. Но помню, что купила, кажется, за 250 рублей. Или за 200. Ну, в общем, за 200 это точно. А это то, которое я привезла. Последняя моя покупка в плане кольца из серебра. Это которое я купила в Калининградском. Аэропорту за 690 рублей. Серебро и зеленый янтарь. Как раз вот из того же серии, что этот браслет. И, кстати, раз уж тут все-таки обзор, то вот здесь у меня браслет. Мне вот родственники подарили на мои 30 лет. Это уже два с лишним года назад. Тут вставки фианиты и гранат. Три граната и 11 фианитов. И вот здесь этот вот янтарь. 10 кошечек с желтым, классическим оранжевым и зеленым янтарем. Тоже все 925 пробы. Так. Это у меня бусы еще от мамы. На самом деле это был браслет, который мама потом переделала в бусы. Это янтарь. Молочный и коричневый, или как он там, оранжевый. Вообще у меня папашка был ювелиром. И раньше у меня было много всяких камушков дома. Всяких разных. Иногда эти камушки потом уходили в какие-нибудь шаловливые ручки на веки вечные. Вот такие бусики. Так. Это у меня, если я его сейчас достану. Все-таки запуталась. Надо было перед видео немножко хоть попытаться разобраться. Видимо достану сначала браслет. Это из того же сайта Light in the Box. Я уже продавцов их всех не помню. Тут вот проба стоит прямо на мордочке у стрекозы. И тут значит фианит. Тоже серебряный браслет. Сейчас попробую его одеть, чтобы было видно. Он мне несколько широковат. Холодный. Потому что стоит в холоде. Так. Это шунгитовые бусы. Я когда первый раз ездила в Карелию. Надеюсь вы там все-таки сидите крепко. Я тогда и стратила 7 тысяч только на сувениры. И на шунгит, кажется, я грохнула около 2,5 тысяч. Это были бусы. Потом, если здесь в этой коробочке, то вы увидите кольцо. Если нет, то я потом запишу вторую часть видео. И там тоже будет в обзоре. Вот такие вот. Еще у меня из шунгит там были всякие сувениры для родственников. Но их, соответственно, уже нет. Когда был этот 12-й год. А я купила себе бусы и потом серебряное кольцо с этим камушком. Так. Это у меня очередной браслет. С того же лайтом. То же самое серебро и та же самая розочка. Ну, я его сейчас одевать не буду. Просто думаю, ну, в принципе, и так, наверное, вам видно. Так. Это кольцо. Я его в прошлом году очень часто носила. Зимой его неудобно носить. В случае все-таки летом. Потому что оно цепляется за все подряд. Но вот я его одену пока. И по ходу обзора буду его вам демонстрировать. Это браслет, который я себе купила как-то. Тоже янтарь. Мне потом подружка подарила за ремка сережки под этот браслет. Гвоздики. Я точно не помню. Она мне дважды дарила сережки. Одни были совики. Я совиков переделала. Одно из них в подвеску. Один просто остался. Потому что что-то у меня на гвоздики стали очень плохо реагировать уши. Их надо все-таки, наверное, снимать раз в сутки. Но я забываю. Мне либо лень, либо еще что-нибудь. И сначала они вроде как нормально. А потом с кровью их достаешь из ушей. Это у меня жемчужный браслет. На самом деле были бусы. И еще был просто браслет в три ряда. Я как-то покупала. Но однажды я проснулась. И как раз тут еще училась. И ехала на сессию. И у меня раз и браслет оказался порванный. И я уже потом сама делала. Вот такой самопальный. Из покупного жемчуга. Из разного вида. Но тут видно, что крупные и необработанные жемчужинки. Необработанные это еще от маминых бус. Вот такой браслетик. Да, я люблю янтарь и люблю жемчуг. Так, это очередная серебряная штучка с лайтом. Тут у меня, как обычно, с цепочками бывает узелок. Но я потом его все-таки развяжу. Это вот такая подвеска на серебряной цепочке. Вообще, это был набор. Там браслет, который я вам вначале показывал. Вот это кольцо. И вот эта подвеска. Дальше уже пошли на сайтах разных. В том числе и на Алиду Ближи. И там, соответственно, было никакое не серебро. И оно было разных цветов. Но вот оригинал был именно такой. Так. И продавалось оно тогда тоже в очень ограниченном количестве. Там что-то около пяти штук. Так, опять у меня что-то тут запуталось. Цепочка залезла на браслетик. Эх, блин. Фиг достанешь. Так, это стрекозы. Одно время у меня что-то перло со стрекозой. У меня где-то, кстати, вот сейчас вспомнило, что есть из меди, кажется, подвеска стрекоза. Если я ее обнаружу, то, значит, покажу. Если не обнаружу, то потом просто засниму видео того, что не вошло в обзор. Тут, кстати, фионитики. В центре бабочки стрекозы. Как не бабочка, она как цветочек похожа. Так. А, это не ювелирка. Это у меня отвалилось от градусника. Жалко выкидывать. Поэтому он тут лежит. Еще один браслет. Очень громоздкий на самом деле. Хоть и очень красивый такой ажурный. Тоже с розами, только немножко уже другими. И с похожими листиками. Ну и тоже с того же лайта. Так. Это у меня янтарные бусы. Ну, необработанный янтарь, можно так сказать. Это мамина еще. Когда она у меня еще при мне была, ну, мы с ней периодически носили их. То она, то я. В общем, нравился нам с ней янтарь. Так же, как мне и ей нравились сожемчуг. Так. У меня тут пошли бусы. Это из бирюзы. Я их покупала по распродаже. Не поверите, по 150 рублей в Терезаводске в Карелии. Когда в 13-м году была вместе со своей подругой. Причем, если бы она не увидела, то я бы и не купила. Не увидела, в смысле, эту распродажу. Ну, и она, правда, я помню, она что-то там дофига всего купила. А я ограничилась только тремя видами. Это вот у меня что-то малость запутались. Вообще, я его ношу в основном как браслет. Одеваю на три оборота на руку. Тут у меня еще есть гранатовая нитка. Бус. Тоже вот я как раз с того времени купила гранатовую. Потом вот эту березу. И еще какое-то загадочное стекло. Или камень. Я точно не знаю. Потому что я никогда так-то не увлекалась такими именно вещами. Бусами. Вот такие вот тут голубые бусины. И такое вот стекло странное. Надеюсь, видно в камеру. Это делала мама из замши и темного янтаря. Это как раз вот остатки от того браслета. Часть которого перешла в бусы. Вот в эти вот. Ну, и я ее в школе носила. Насаживала, кажется, она сама. Что-то где-то. А может быть, помогал папашка. Я точно не помню. Так, это у меня подвеска ракушка. Ракушка чем-то покрытая. Блестящим. От ракушек я тоже прусь. Когда мы с мамой, с отцом были на Черном море, я мелкая была. Я очень много оттуда всяких ракушек, камушек приволокла. Но потом у меня родственнички их благополучно выкинули. Это кольцо из медицинской стали. Оно мне очень велико. До сих пор, хоть его уменьшаешь, Его мне подарила одна девочка из Москвы. Катя Чайкина, кажется. Мы с ней уже не общаемся. Я вообще ее видела один раз в жизни. К моей подружке, к младшей сестре моей однокласски приезжала. И просто вместе гуляли. Девочке понравилась я. И она мне кучу всяких подарков сделала. В том числе вот это кольцо. Еще была подвеска серебряная, морской конек. Но он у меня висел на телефоне и однажды как-то случайно где-то потерялся. Так, это кольцо тоже как бы безразмерное. Это дракон. Тоже с лайтом. Сейчас я его периодически ношу. Ну, зимой в основном, да, его не поносишь. Но вот сейчас так буду. А это как раз вот то самое шунгитовое кольцо. Тут у меня маленькие фианиты и шунгит. Если понимать, ну не знаете, как понять шунгит или нет, настоящий или нет. Вот сейчас я поделюсь секретом, как с нами поделился дедушка, который продавал на марциальных водах. Это все хренатень. Шунгит, он масляный камень. Если его потереть немножко в руках, то такой маслянистый эффект на кожей рук остается. Это малахитовые бусы. Еще есть такие сережки и колечка. Это мы с мамой покупали на двоих комплект. Вот. Скорее всего, сережки и колечка у меня в другой коробочке. Это в 96-м году. Я была с мамой и Заремкой, и тетей Леной в Питере. И мы там покупали в код крысы вот эту подвеску. Я не знаю, из чего она. В чем тут мышка нарисована. Это очередная ракушка. Дуречку в ней делала уже я. И она ничем не покрытая. Кстати, на я гляну, сколько у меня там времени осталось. Ну, еще что-то есть. Я в нее что-то пыталась ставить, но в результате она оказалась просто ракушкой. Так, это очередной браслет с розами. Да, я там в тот год очень много закупила серебра, удовлетворила свое хотение своего серебряного хомяка. И потом, ну, в общем, носила периодически. Это подвеска глаз. Я всю жизнь хотела такой глаз. И на каком-то, в какой-то экскурсии, честно сказать, не помню где, я ее увидела и купила. Там, может быть, была какая-то веревочка. Так, это у меня обезьянка. Покупала я ее в плюсе. Что-то там посеребряное. С, кажется, цирконием и, возможно, фианитами или еще с какими-то там темными камушками. Я не помню. Это я покупала в плюсе, когда ездила на теплоходе, кажется, в 2014 году. Был у меня такой экскурсионный тур по Волге. Ну и серебряная цепочка. Может быть, она полностью серебряная. Все, я, откровенно говоря, не помню. Покупала у ювелира там у какого-то. А все-таки у меня есть еще одна пентаграмма. Я думала, я ее кому-то подарила. Ну и тут такой кожезамшевый ремешочек. Тоже светка мне приволакивала. Терен. Он вряд ли на меня смотрит. Но если Света Наумова вдруг случайно снизойдет на меня, привет тебе, Света. Так, очередной браслет. С очередными стрюкозами. И тут тоже маленькие фианиты. Ну, естественно, вы, я думаю, догадались. Это слайд. Так, это цепочка. Ну, я ее в основном ношу как браслет в несколько оборотов на руку. Ну, и она тоже слайдом. Так, я вижу кольцо. Кольцо спаси и сохрани. С фианитом. Я его покупала, кажется, во Владимире. А может быть, в Суздале. Точно не помню, но с Машей, когда мы путешествовали. Это из пластики делала Ксюшка. Ксюшка, если ты меня вдруг смотришь, привет тебе. Я иногда его ношу. Это осьминожек. Вообще, очень вкусные осьминожки, если их на сливочном масле подогреть на сковородочке, а потом скушать. Ну, естественно, не живых уже. Так, это у меня как-то родня подарила мне тысячу и сказала купить что-нибудь путное. Я не помню, на какой день рождения. Я купила себе серебряную сову. У меня была скидка в тогдашнем улическом магазине Алмаз. И сова мне обошлась, соответственно, чуть меньше, чем на 790, кажется. А так она стоила около 1000. Тут она уже у меня несколько потемнело. Я ее одно время очень постоянно таскала. Тут серебряная цепочка не от нее, но тоже, вместе с ней тоже серебряная, соответственно. Это циркониевые глаза у нее. Та самая циркоза. Не знаю, что за камушек. Кажется, все-таки это бирюза. Медная циркоза с бирюзовым камушком. И с фианитовыми глазами. Ну, я не помню, кажется, я ее или на лайте брала, или на тенидиле. Ну, там уже изначально было заявлено, что из чего. Можно сказать, что это частично бижутерия. Потому что тут все-таки немножко камушек натуральных. Это мне что-то... Что я такое, я не помню. Что за камушек, не знаю точнее. Это мне подарила как-то Женька. Подвеска. Это изначально было два в одном. Это черепа. У меня была такая подвеска. Мне ее Светка на ум его приволокла из Москвы. И кольцо спаси и сохрани, которое я покупала в 15 лет. Потому что что-то у меня подружка тогда одна фанатела от всей этой православной трибутики. Но при этом была совершенно не православная. Ну, я однажды пришла к ювелиру и попросила его. Говорю, можно припаять одно к другому. Он вообще даже слова не сказал. Можно, нельзя. И он припаял одно к другому. Теперь у меня тут черепа мертвых богов. Если вспомню, то скажу, кто там. Наверное, не вспомню. Но черепа мертвых богов. Отсылка к интернет-сферату. Сама себя рекламлю. Я его периодически ношу. Так, это у нас, кажется, авантюрина. Если я не путаю, вы меня можете поправить. Это мне пришла подвеска от Ифраше. У них очень редко бывают натуральные камни в подвесках и в подарках. Но вот это был именно тот случай, когда натуральный камень. Это брошка детская. Попугайчик. Я тут где-то разбиралась, ее нашла и положила в этот сундучок. Это роза маленькая в какой-то заливке. Я не знаю вообще, что это такое. Это когда-то очень давно. Папашка Заринки подарил ей и мне по такой штучке. Так, это очередное спаси и сохранятое покупала, как говорится, дай бог, памяти какой-нибудь. В своей поездке как раз, возможно, в городце. Как раз в 2014 году, когда плавала, пардон, плавает, сейчас не будем говорить кто, ходила на теплоходе по Волге. Как раз этот круиз был. Это розочка. Я помню с ней потом ездила к Диме погулять. А это у меня есть стишок такой, сердце из пластики. Загуглите, потому что я точно не помню, как оно. Это Ксюшка сделала какую-то фигню, и она мой. Такая фигня, я ее выкину, а я к ней пришла как раз в гости смотреть на всю эту пластику. Говорю, ты что, такая классная фигня, ее носить буду. Я даже на какие-то чтения с ним ездила и читала этот стих. Сердце из пластики, нося это сердце. А тут куча всякой хрени. Она очень прикольная, похожа на джинсу. Так, это браслет. Кожа и какая-то фигня. Это мне прислала в прошлом году на день рождения Майя. Вряд ли она меня смотрит, но если смотришь, то привет тебе. Я его, кажется, еще ни разу не носила, и вообще он мне несколько велик. Может быть, его на ногу можно одеть будет летом. Он вообще прикольный. Так, очередная подвеска. Это сердечко. Тоже слайда. Оно открывается, сюда можно вставить чью-нибудь маленькую фотку. Но у меня такой маленькой фотки нету, поэтому я его если ношу, то просто в чистом виде. Сейчас я снова уточню время. Так, отца, у меня еще 6 минут есть. Надеюсь, я все-таки выложу эти 6 минут. Это одна из подвесок. Вообще, у меня где-то их очень много валяется. Раньше посылали в подарок в Гринмаме за оплату онлайном. Допустим, за оплату Яндексом. И тут деревянные бусинки и какое-то там чешское, кажется, стекло и чаще всего какие-нибудь камушки такие полудрагоценные. Так, это очередное серебряное кольцо. Такое вот из цепочечек. Ну, сами поняли, откуда это лайт. 925-я проба изнутри. Вот такая опечаточка там есть. Не знаю, будет ли видно. Вообще, у меня размер 15,5 и мне очень сложно найти кольца. Такого размера даже у нас в угличере вообще где бы я ни была. Вот с этим, с кошечкой, мне повезло. Оно единственное было именно 15,5. А здесь тоже было не совсем понятно по размерам. Мне не всегда указывались именно такие вот, как понятно русскому человеку. И мне Дима иногда просто советовал вот такое может купить. Вот такое, вот такое может подойдет. И оно было иногда, чаще всего, иногда велико, но очень редко, чтобы оно было там совсем мало. Точнее, такого не было. Это кошачий глаз черепашка. Это еще со школы. У меня, возможно, где-то еще валяется дельфин. Я вот так подумала, сейчас где-то должен быть дельфин. Это серебряное колечко, кажется, я его покупала в угличе после какого-то экзамена. Тут маленькие-маленькие фионетики, 9 штучек. Это очередная подвеска, я ее даже не носила. Ну, соответственно, не вставала, потому что она в этом пакетике лежит. Это у меня какие-то там баллы были. И сейчас у них, правда, идут баллы уже полтора года, как просто вы там купите на 2 600, а мы вам скидку в 400 рублей. Раньше у них просто начислялись деньги за то, что вы там отписали хороший отзыв, за то, что вы проверенный покупатель и тому подобное. И очень много серебра мне пришло в подарок. Я даже заказывала просто уже даже без страховки, без доставки. Ну, в смысле, бесплатной доставкой придет оно не придет на удачу. Если придет, то прикольно. Ну, и, соответственно, подарок приятный. А если не придет, так ну и хрен, всем все равно деньги не тратила. Вот такая вот цепочка. Цепочки у них вообще рассчитаны на очень маленькую какую-то шею. Она где-то вот здесь вот находится. Не знаю, китайцы или что они там, азиаты, как они носят это все. И вот такая подвеска. Я сначала ее, у меня кто-то хотел ее в подарок, но, видать, вид сам на картинке оказался лучше. Ну, в принципе, оно ничего такое интересное. Как раз вот это кольцо. Тоже тут из таких колечек, как чешуя сделана. Кольчуга. Так, ну и последнее у меня тут, оказывается, получился мой бисер. Вот такой я вот плела. Где-то в возрасте 9 лет. Зеленый, желтый бисер и желтая бусина под золото бусина. Эту брошку я делала для своей мамы. Она ее даже носила какое-то время. Эту брошку я делала для себя. Ходила с ней в школу. Это смородинка. Эти бусы я делала для своей мамы. Это под жемчуг, стеклярусы и бусинки. Ну и что у нас там? Две минутки осталось. На этом все. Если вам был интересен этот обзор и чем-нибудь полезен. Ну, вообще, кто-то там его просил. Два раза точно, помню, заказывали. То, надеюсь, все-таки удовлетворила ваше любопытство. И на этом все. Попробую записать вторую часть. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.